Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск Один за всех. Новая порция трешняка, буду благодарен за ваш лайк, комментарий. А у нас, как всегда, прям интересная тема. Мужчина убил жену. За что? Что произошло? Как всегда, будем вместе с вами разбираться. Ну что, готовы? Поехали. Добрый вечер, в эфире Один за всех на канале СТБ. Меня зовут Дмитрий Карпачев. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Это активный Димон Мачерто. Это Николай и Елена Лазаревы со своими детьми. Они женаты 13 лет. И все это время они жили так, как, казалось, только мечтают жить их соседи и родственники. В этой семье все идиллия полная. Это тоже Николай. Теперь он обвиняется в убийстве своей жены Лены, которой еще месяц назад клялся вечной любви. Что действительно справка для... Да, по месту у вас. Что это за тебе справочка? Что за справочка? Фамилия... Убийца изуродовал... Я не понял, что это справка. Справка для... Про... Убийца изуродовал ее так, что Лену пришлось хоронить в закрытом гробу. Я нашла старую маму на фотографии. Мне захотелось постричься, как она. Сделала челку. Я была раньше даже без челки. Для того, чтобы быть похожей на нее. Но поражает другое. Тело Лены нашли через 20 дней после исчезновения. И все это время Николай принимал самое активное участие в поисках жены вместе с родственниками и милицией. Сильно ее любил. Сильно любил. Он сильно любил дочек свою. Типа, она дурачка косила. Я не поверю, что это сделал мой сын. Сегодня мы попытаемся понять. Так что же на самом деле происходило в образцовой семье Лазаревых все эти годы? Какие страшные тайны скрывала ото всех? Понимается, образцовая семья. Идеальная. Схренали. Но мы не видели, что они на улице махались. Тогда да, идеально. Лена. И если убийца все-таки Николай, то чем она заслужила такую жестокую смерть от рук самого близкого человека? Разобраться в этой истории нам помогут... Ну да, там какой открытый гроб за 20 дней она реально уже так, мягко говоря, подразложилась. Наши эксперты. Криминалист, следователь Руслан Сушко. Народная артистка Украины, мама Ольга Сумская. Экстрасенс Алена Курилова. Экстрасенс. Согласен, тут без экстрасенса, ну никак. Угу. Народный артист Украины Владимир Горянский. Психолог Наталья Холоденко. И адвокат Тарас Беспалы. А шо? Присяжнюк заболел? И у нас тут Тарас Беспалый! А, в смысле? Кто ты? Знакомься, это Тарас Беспалый. Это было его первое и последнее появление. Когда слышишь подобные истории, невольно начинаешь задаваться вопросом. А кто же на самом деле тот человек, с которым ты живешь рядом? Невестка семьи Лазаревых говорит, что отношения Елены и Николая были примером не только для нее самой, но и для многих других, кто их знал. Анна Лазарева. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Анна. Прошу, присаживайтесь. Вы, насколько я понимаю, жена брата Николая? Да, родного брата. Я знаю Колю 8 лет. Мы общались с семьями, так как, ну да, они братья все-таки. Мы с Леной были в очень хороших отношениях. И так как он относился к Лене, ну не мог он этого сделать. Он не из тех людей, которые мог вот так вот поиздеваться, как вот такой, как Лену нашли. Он очень боязливый человек, если так взять по сути, да? А вообще, как бы, все маньячилы, они небоязгливые люди. То, что мне рассказывала Лена, да, когда еще была живая, да, ругались. Да, там были какие-то конфликты, ссоры, но так, чтобы она там говорила, что он прям вот такой вот прям плохой, что все, не хочу не знать, не видеть, такого не было. А какими были их отношения? Идеально. Идеально у них были хорошие, теплые семейные отношения. Они любят детей, дети любят их. Всегда все вместе, в принципе, старались сделать с семьей, да, ну там, мало ли, может, Лена, на работе не получается. Лена дома, Коля на работе. Старались постоянно с детьми. Какой, любой, куда бы они, допустим, не выезжали, старались выезжать с детьми. К нам они приезжали постоянно с детьми. Может, он и не идеальный семьянин, я с ним как бы, ну, я с ним не жила, я не его супруга, поэтому. Но так как они жили, в принципе, я хотела бы, чтобы и мы с мужем в какой-то степени тоже так жили. Вот. Ну, даже взять элементарную, допустим, жилплощадь, да. У них есть, там, где деток, здесь с детками можно поиграть. Как бы, так как мы живем с родителями, ну, им, в принципе, на данный момент, так как сейчас очень сложно получить жилплощадь, вот, им в этом, в принципе, очень повезло. Помогли Ленны родители, там был кусочек дома, они построили, и получился огромный красивый дом. То есть, по сути, у них были все условия для того, чтобы жить счастливой семейной жизнью. Он говорил, что, он говорит, я ее, говорит, люблю, люблю детей. Я знаю, что в последнее время даже он не... Что они, по-моему, какую-то справку показывают? Тебе справочка, тебе выписывали. Это какой-то типа как, ааа, это какая-то любовная, тебе, бля. Это а-ля, блин, люди а-ля 40 плюс по времени и так далее, когда, вот, блин, какие-то делают а-ля шаблоны. Тебе выписали справку, справку по любви. Говорил, что Лена... Я понял, что это. Говорит, ты мне за последние несколько дней сделал столько комплиментов, сколько не сделал за все 13 лет. Вот, как бы, от Лены звучала такая фраза, он ей подарил цветы, и вот, там, в течение дня он ей прислал много сообщений, там, я тебя люблю. Вот, ну, вот в этом плане. О любви, о том, что она хорошая, красивая и все остальное. А потом решил ее грохнуть. Нормально алиби. Прикиньте, это если так было, то есть чувак уже подготавливался, якобы там, типа, цветы подарил, типа, что у нас, ну, не было ссор. А потом реально он все это время думал, как ее кокнуть. Вот вдруг. Он очень боялся ее потерять. Давайте послушаем, что об отношениях Лены и Николая говорят соседи. Он безумно любил своих дочерей. С упоением он рассказывал о Диане, с упоением он рассказывал о Кате. Он, да, он, вот, мои там шалят, там, но он их безумно любил. То есть это, я, например, не верю, что Лена, прожив с Колей 12 лет, ну, как описывает его, просто монстр. Ну, у меня это не укладывается в голове. Мне казалось, что в этой семье все, идиллия полная. Мне казалось, что все у них хорошо, потому что у них родился первый ребенок, Катя, и он был в парке Горького, по-моему, с Леной. И он там говорил, что у меня идеальная семья, что я очень люблю жену и ребенка, и я все сделаю для того, чтобы мы были счастливы. Я ему и поверила, думаю, вот это настоящий мужик, вот это, думаю, семьянин. Но потом, когда я начала, вот, просто я жила здесь и сталкивалась с ним, вот, он много раз проходил мимо меня и тому подобное. Ну, Мурло. Мурло. Вы знаете, вот это мужчина, идеальные отношения, а потом Мурло. Как у нее быстро, да, вот, секунду. Что вы думаете об этом мужчине? Но потом, Катя, что я очень люблю жену и ребенка, и я все сделаю для того, чтобы мы были счастливы. Я ему и поверила, думаю, вот это настоящий мужик, вот это, Мурло, Мурло, Катам, мало того, лопала с ним, вот он много раз, Мурло, Мурло, Катам, мало того. Все, простите, ну, мне просто нравится это, как в пять секунд классно впихнули от идеального мужчины в Мурло. Это тот случай, когда вот очень важно выслушать мнение соседей, потому что они точно знают, какая там была семья. Глаза какие-то у него, как стеклянные, вот просто на него вот посмотришь, волоза ему. Наркоман. Ну, просто как стеклянные глаза. Ну, не нравился он мне. Ну, знаете, как раньше говорили, вот какой-то сявковитый. Какой? Сявковитый? Да какой? Кто так раньше говорил? Что такое сявковитый? Вот он мне не нравился, и я вообще не хотела, чтобы... Я не могу. Какие-то противоречивые мнения у Николая. Как-то... Ну, вы знаете... Идеальное Мурло. На человека, которого просто задержали по подозрению, на человека навешали ярлыки. Маньяк, убийца, деспот и все остальное. На каком основании? То есть вы считаете, что вот мнение о Николае изменилось после его задержания? Все сразу же стали вспоминать какие-то признаки того, что вот на самом деле он был не такой хороший, да? Может быть. Может быть. Я не буду говорить за других людей, но может быть. Скажите, Анна, насколько мне известно, прошло 20 дней с момента пропажи до момента обнаружения тела. Как все это время вел себя Николай? Он переживал очень сильно за эту всю ситуацию. Он, ну как, помогал... А этот, я прошу прощения, мужик на Михаила Круга похож. Золотые купола. Не знаю почему. Я смотрю просто, ну, круг. Владимирский Централ. Переживал очень сильно за эту всю ситуацию. Он, ну, как бы, помогал искать. Он ходил... Я пытаюсь разрядить немножечко обстановку. Тема, на самом деле, очень жесткая. Вот. Навал у людей. Ну, как бы, мало ли, может, кто-то что-то... Что написано? Внимание, помоги найти человека. Город Харьков. Вышло все там. 168. Куртка. Ну, обычно, типа... Он, я знаю, расклеивались объявления в супермаркетах. Но на работу он выезжал. Вот. И Катя с ним ездила, старшая девочка. Диана, соответственно, была там в школе. А что он говорил детям? Катя знала, что, как бы, мама пропала. Что, ну, да, ушла мама и почему-то не вернулась. Впервые после гибели Елены ее мама, которая до сих пор с трудом верит в случившееся, приехала к нам, чтобы рассказать об этой трагедии. Томила Кривошей. Здравствуйте. Здравствуйте, Томила. Ну, то, что он это сделал, я уверена. Потому что такое отношение, как у них было все 12 лет, он все время ее ревновал. Был повод, не было повода. А как же идеальное отношение? Он все время ревновал. Он ее не отпускал, она не могла, если она задерживалась на работе, на 15, 20, 30 минут, на час. Он все время звонил, где ты шляешься. Начал последние 5 лет, последние 5 лет. Он без пива, он домой не приходил. А он работал с алкоголиком? Он работал на железной дороге машинистом. Потом его там сманили. И он рассчитался с этой работой. Потому что тяжело, ночами выпить нельзя. А Лена сколько раз говорила, она говорит, я его прикрывала, звонит утром явка на 6, на 5 утра. Он же естественно спит. Она говорит, тебе звонят, скажи, что я очень заболел. И это много раз было. Месяц работает, 3 дома. Денег нет, она говорит. А он говорит, а то твои проблемы. Хлеба нет. Ну это бытовое такое все. И она говорит, мне уже так устало я от этого. Бери, сам и звони. То есть вы говорите о том, что Николай все 12 лет ревновал. Ревновал поначалу. 5-7 лет. Я ничего не могу сказать. Он прислушивался к нашему мнению. Ну что вы, ей 18 лет, ему 20, когда они поженились. Они дети сами, да. Их надо было, конечно, что-то подсказать, что-то помочь. А так может быть, Лена давала ему поводы для ревности? Нет, нет. А откуда вы знаете, что не давала? Вы же с ней не жили. Не давала, не давала. Я стала сосечкой. И Лена всегда говорила в последнее время, мама, не верь ему, не верь ему. Он говорит, страшный человек. Это говорит, он гнилой человек в середине. Мы не можем стопроцентно утверждать, что убийца это Николай, пока идет следствие. Но если он это сделал, и одновременно он принимал участие в поиске Елены... Елены не принимала. Не принимал? Не принимал. А что он? Он только ездил на работу. Он только спрашивал. Он никакого участия не принимал, когда мы Лену искали. Мы что же, мы не сидели. Мы эти 20 дней, мы не спали, не ели. Я когда уже начала просто терять сознание, просто уже, я потом вспомнила, мне сын спрашивает, мама, а ты когда вообще ела? А я вспомнила, говорю, да я уже 5 дней только кофе и воду пью. Мы все время ходили, искали. И нам на карты до всех бросались. Кто там в Харькове экстрасенсы, кто на картах, кто гадалки. Ну, в нас все были такие. Мы до всех, мы, честно говоря, аж вышли даже на Елену Курилову. А вы звонили? Да, звонили. А я помню, помню. Припоминаю. Да, да, звонили. Это ж я вам сказал, где искать, да? Нет? Ну, вы так думаете. Это я сказал. Или даже на Елену Курилову, честно. Еще кто-то с вашей стороны вышли, нашли через Харькова моего мужа. И мужа нашли. Мужа, мужа, вижу, связь 2G. Да, и муж мне передал, в общем-то, по волшебной небесной связи информацию, понимаю. Так, принтер. Да, вижу, все, вспомнила. Вы помните, я сказала, что я не чувствую ее живой. Да, помните, я говорила. Не помните, а я помню. Вы сказали. Вы еще тогда не нашли. Я знаю, что я чувствую землю, и она, ну как... Да, странно, почему она в земле, почему не в воздухе она... Земля. Почему земля? Там, возможно, ее закапали. Земля, в какой-то яме. Помните? Да ладно! Я говорила. Да, и сказали еще в виде эмбриона. Ну вот, она действительно так на боку, так... А я думал, что всегда, когда человека убивают, закапывают, и вот так, знаете, типа, ну, Иисуса Христа, как бы, вот так в звезду раскладывают, чтоб больше места занимал. Угнута была, так и закопана была. У нас здесь интервью, Женя. Так просто удобнее закапывать, как бы, вообще любое тело. Если вдруг что. Мужчина, которая нашла тело вашей дочери, давайте посмотрим. Я была в шоке. Я когда увидела труп, вот я никогда, я вообще эти вещи боюсь, но когда я пошла и увидела труп, я орала, у меня крыша поехала, у меня нервы сорвали, я побежала в местный, там была милиция, но я даже на милицию не смотрела, я начала кричать и говорить, почему именно на нашу кучу он принес, там, где мы палим сами листья и тому подобное. У нас ничего не остается. Мы все спаливаем там. Значит, у него уже заранее было спланировано то, что если он туда ее принесет, значит, обязательно этот труп обгорит. Скажите, как делал себе Николай все это? Ничего, Аня просто не в курсе. Он ходил на работу, он только звонил или спрашивал, он к нам только два раза пришел, он боялся приходить к нам, он два раза приходил, потому что... Так она все-таки не в земле была, а в какой-то куче? Курилова, ты ошиблась. Она была в куче какой-то. Мы его приглашали, просто допрашивали его, где ты был? Ну, я этот взгляд этот знаю. Он просто стоял и стоял, я не видел, я не знаю, я ничего. У него просто пустые вот такие глаза. Ну, как я могла его заставить сказать, признаться? Вы знаете, у меня есть сомнения. А скажите, сколько времени прошло с того момента, когда нашли тело вашей дочери, до того момента, когда арестовали Николая? Ее нашли 23 ноября. 24 я узнала, что его привезут на следственные эксперименты. И сразу за жопу взяли? То есть его арестовали практически сразу? Сразу, оказывается. Его арестовали в этот же день. В этот же день. В этот же день. Слушайте, какие там доказательства, интересно, нашли? Ну, то есть это прям должны быть какие-то очень железные доказательства были? Мы его забрали и увезли в милицию. Муж мне звонит и говорит, оденься и спустись в парк. Нас там рядышком сразу парк. Чего меня позвали, потому что муж, он как мужчины, они не знают одежды. Ну, наверное, он и мою одежду не всю знает. То есть, по сути, вы опознавали свою дочь? Я опознавала, да. Они не хотели меня. А получилось так, что мне пришлось опознавать свою дочку. Она лежала в кофточке в одной и с одной сережкой с этой. Вот она ушла от меня из дому и домой не дошла. Три дома. У нас улица спокойная, нигде ничего нету. Вот за этим гаражем. Ну, либо она дошла домой, он ее грохнул и потом уже отнес. Потом он ее ждал. И возле калитки ее там оглушил и добил тротуарной плиткой. Вот здесь. И вот за руки тянул ее по дорожке. Когда ее тянул, он объяснял, что он снял с нее одежду. Она здесь вот лежала, вот ее выкопали вот так. Первое признание его было, что он плиткой ее разбил голову и изродовал лицо. Как он тащил ее на второй день. Это первое признание. Хорошо, скажите, тетя, у нее очень сильно была изранена голова. С учетом того, что с головы, извините, что тетя милая, приважно. Нет, ничего. Как должна хлыстать, просто там очень серьезные раны, как должна хлыстать кровь. Если вот как показали, где он ее бил, где делась кровь, даже пусть 5-го числа. Он, во-первых, первый раз сказал, что кулаком ее полностью оглушило. У него раны были на руке. Я, кстати, тоже вижу, я вижу немножко не это место, потому что там вот моими видениями. Да, вот я вижу. Вот я подключилась к камере Wi-Fi. Ник вижу. Вижу, сейчас, секунду. Да, не в этом месте. Я тоже это увидел. Как бы я вам сказала, место немножко не то. Не то. Место, там была земля, там, где происходило убийство, там кровь лилась сразу в землю. Сразу в землю. Ну, немножко не то место, не порог. Не то. Не порог. Но убийство было рядом с тем местом, где лежит тело. Я вам сейчас тоже скажу. Я вам тоже скажу. Спасибо. Я тоже, как бы у меня бабушка в пятом поколении, в третьем колене, в правом плече, как бы тоже умела. Я вам сейчас тоже скажу. Подожди. Это самое. Когда через три месяца я нахожу сережку, вот показывали там, вот калитка получается, забор. За забором, а такая псина. Он ее тут оглушил и потянул, и там ее... И псина высрала сережку. Сто пудом. Убил и добил. Он же не признается теперь до конца. Он был выпивший в этот день? Сказала Катя, что он, говорит, ходил где-то после обеда, брал два литра пива. Это же каким нужно быть или пьяным, или неадекватным, чтобы так зверски убить свою жену? Мы до последнего не верили, что это он мог сделать. Потом уже я поняла, что только он мог сделать. Его били там. Значит, ему выкручивали гениталии. Ну, в Ленинском районе это практикуется. И по телевизору показывали, там и на адвоката тоже нападали. И тоже у них, наверное, это самое любимое место. Значит, по лицу, соответственно, никто не бил. И опять же спрашивали, где она, куда ты ее делал? Он говорит, я не знаю, говорит, где она. Вот. И они сказали, если не дай бог, мы ее найдем, и она будет мертвая, то сидеть будешь ты, мы никого искать не будем. Почему не написали заявление в прокуратуру? Написали. Мама Свекров ходила, писала заявление по поводу угроз со стороны милиции. Просто один пример приведу. Когда мы на нас опрашивали, следователь, и опрашивал старшую дочку, Катю, и один случай она рассказала, я даже не знала этого. Что за случай? Говорит, я услышала, была в другой комнате, я услышала, что мама кричит. Я зашла в кухню, мама лежит, вот так закрыла голову, это самое, она ногами ее бьет, ну, где попадет. Она говорит, что было, стояла избоку бутылка, пустая из пива, она говорит, его достала, и ударила вот сюда. И он так упал на колени, мама вывернулась, и убежала. Да, я сидела, конечно, плакала, я это первый раз услышала. И потом она говорила, что если бы не я, он бы говорит, маму уже давно бы убил, потому что много было раз, что он ее бил, а я оставала между ними. Детей он не бил, да, он детей любил, он не бил. А ее, я не знаю, как-то до такой степени, че любил, че просто это, я не знаю, как это любил ее назвать. Ну, я все время ее спрашивала, он тебя бьет, она сразу говорила, нет, а потом меня жалела, не рассказывала, конечно. То есть на самом деле он ее бил? Он бил ее, да. Ну, а вы видели следы? Когда она начала мне признаваться, что он ее бьет, я видела, он ее бил, он ее бил. Аня, а вы вот все это знали? Ну, Аня просто не жила, она и не знала. Я знаю, до этого были инциденты, как бы, да, ну, я знаю, что... Прикиньте, ты что-то придумала, такую пословицу дебильную, бьет, значит, любит. Где логика, конечно, в этой фразе, хрен его поймешь. Кто подымала руку, но каких-либо там сильных побоев у нее не было, ну, не так, что там прям... Там обнимает, значит, любит, говорит ласковые слова, значит, любит, нет, бьет, значит, любит. Ногами там или чем-то еще сверху, такого не было. Я знаю, что подымала руку, там, в грудь, в плечо. Послана, значит, он о тебе заботится. Я вообще не понимаю, он ее любил, он так к ней хорошо относился. Нет, ну да, я знаю, он ее бил, но не ногами же. Я не сказала, я не имела в виду, что если бьет ногами, то это плохо, если не бьет, я не могу вообще в принципе семью, в которой мужчина может пнуть женщину в грудь, в плечо, в принципе ее считать счастливой, нормальной примером для всех, и мы хотели, чтобы мы так жили. Но это же абсурд, вы понимаете? И суть этого абсурда состоит в том, что мы становимся терпимыми и лояльными к издевательству над живым человеком. Но почему женщины терпят годами издевательства, жалеют детей, а какими могут вырасти дети? Что они могут в своей жизни построить, когда они растут в такой семье? Я просто в последнее время, все время за нее переживала, потому что вот, ну, какая-то тревога была, может быть. Раз она позвонила, раз я была на работе, она не пошла на работу, я ей звоню, говорю, ты что, ты дома? Она говорит, да, я дома, я не пошла, что у вас случилось? Говорит, да просто. Я говорю, что случилось? Я ей говорю, почему ты не пошла на работу? Меня Коля побил. Но я, когда ее увидела, на второй день я же отработала, пришла домой, когда... не хуахуа себе Коля побил. Ого! Вечерний макияж сделал. Когда я увидела ее, у нее круги синие были, он ее ударил вот сюда, и получается, вот сюда ударил, и получается, эта синева вот сюда же пошла сразу, эта самая. Она две недели дома просидела. Это уже последнее, когда он ее тогда побил, уже второй раз, когда вот это, нос сломал. И ударил, нос сломал. Вот за этот случай я ей хотела рассказать. А перед этим тоже, Аня. Я же просто... Ну, я тебе ничего не говорила. Какая операция? Нос он здесь сломал со смещением перегородки. Вот здесь. И вот это ей... Она месяц лежала в больнице, он ее ударил седьмого сентября. Когда ваша дочь пропала? Третьего ноября. Вот я сейчас, я прекрасно понимаю, что, наверное, в каждой третьей, четвертой семье нашей страны происходят подобные мероприятия. Но я хочу сказать, что поймите одну простую вещь. Если мужчина один раз ударил женщину, это не будет последний раз. Очень часто вот эти вот домашние побои заканчиваются либо... А что вы так не работаете? Я больше не буду. Увечием, либо убийством. Нет. Скажите, пожалуйста, я вот просматриваю данную ситуацию и идет картинка, идет картинка... Блин, дерьмо, дерьмо, дерьмо... Ну как... И честно, я не могу, блин, а серьезно, когда вот начинается идет картинка, давай, хорошо, запускай картинку, все. Насилие. Да ладно! Блин, откуда? Насилие? Прикладывал руку, я вижу. Я это все вижу, идет картинка насилия. Насилие идет. Сексуального. Скажите, было ли это? Они жили уже в разных комнатах. В разных комнатах жили. Да, я это вижу тоже. Лена жила с Дианой с маленькой, а он жил в комнате у себя. Ну и так как он мужчина, он, конечно, пытался... Он мужчина. ...что-то к ней сразу лаской, сразу, чтобы она какое-то обратила внимание, а потом взял... Он побил ее. О, сообщение пришло от небесной канцелярии. Секундочку. Это мой сигнал. Все, я понял. Видит только, что она никак не поддается. Он ее побил, закрылся с ней в комнате, ее затащил за волосы, она говорила. И чтобы детей не попугать, Лена, говорю, почему ты, говорю, не убежала там? Говорит, я чтобы детей не испугать, потому что... Она боялась только за детей. А вы заявление в милицию писали? Она писала заявление в милицию? Да, да, да. Сейчас же он же... Она же сразу, седьмого числа же, написала заявление в милицию, что он побил ее. И? Ну и не успела же. Не успела же расследование. Оно же в процессе было. Жена пошла, написала заявление. И после заявления о том, что ее избили и изнасиловали, она что, продолжала с ним жить? В одной комнате, в одном доме. Фактически, ну, если там избил, это легкие телесные повреждения, это еще не тяжкое преступление. Но изнасилование, это ведь тяжкая статья. И что, после этого он спокойно ходил, то есть его никто никуда не забирал. Нет, вы знаете, как нам сказали, она не указывала изнасилование. В Ленинском райотделе милиции расследовано и направлено в суд криминальное правонабрушение в отношении нашего подозревания по статье 125. Он ей в конце лета нанес телесные повреждения и сломал нос. Вот вы сейчас рассказали картину. Я вспомнила себя в первом браке. И руку поднимал, и потом на коленях стоял. Вот безысходность такая. Тамила, вы согласны со мной? Да. Как безысходность, Оля? Он денег не приносил. Руку поднимал. Если бы общество как-то стало наказывать, понимаете? А может быть, Леночка не просила об этой помощи? Может, она не взывала об этом? Она вообще молчала. Она как партизан была до последнего. Я когда уже узнала, уже последний год, что она плохо вообще с ним, я говорю, Лена, почему ты молчала? Она говорит, мама, я сильная, я свои проблемы решу сама. То есть она его упростила? Простила. Ради чего? Семья, дети. Вот говорит, мам, я сразу любила. Да, была любовь, присутствовала там любовь. Да, я не спорю. Говорит, любила, очень любила. И я видела, что они любили друг друга. Потом говорит, просто уже жалость к нему была. Мне уже любви не было. Он отбил мне вот это все от своих отношений. Она терпела унижение, оскорбление из-за жалости к тому, кто так себя вел? Ну, сразу он не до такой степени, конечно, оскорблял и унижал. Это же уже последние пять лет он ее очень оскорблял и унижал. А сразу... Нет, ну знаете, пять лет терпеть оскорбление... Ну, терпела. А у нас в основном женщины терпят. У нас терпят. Дима, ты знаешь, вопрос даже не в том, что терпела она. Вопрос в том, что терпела все ее окружение. Это катастрофа. Катастрофа, потому что лояльно относится к этому поведению как и сама жертва, так и все окружение. Ну, мы простили, но она простила. Дело в том, что человек, который находится в зависимых отношениях, а это именно зависимые отношения, он не в адеквате, он не может уже принимать решений. Его надо выдергивать из этих отношений. Так, Наташенька, так и было. Вроде бы еще у меня до брака, кстати, вот такое произошло, когда в неадеквате наговорил, побил, а утром ничего не помнит. То есть он совершенно... Говорит, все родное, любимое, на коленях. Точно так же. Так вот, девочки, родные мои, никогда не выходите замуж за таких людей. Бегите от них, потому что действительно в браке это будет повторяться. Курилова. Сегодня к нам в студию приехал мужчина, который, как никто знает, Николая Лазарева. Это его отец, Александр Лазарев. Здравствуйте, Александр. Прошу, присаживайтесь. Я не знаю, как вам объяснить это все. Ну, не мог он этого сделать. Я не знаю, а у батисы тоже ренопластика была до носа, что-то у него так... То, что... Он Лену очень любил, даже вот последние дни, вот эти вот, он готов был простить ее вот это с любовником, который она встречалась. Планы делали, что даже... на Новый год поехать в Ростов до бабушки. Говорит, я готов все ей простить, это самое... Что за любовник? Любовник, который был у Лены. Вся улица, говорит, на сортировке. И Коля приехал же домой, тогда, в тот день, когда вот это, он ее избил. В ее жизни появился парень, которым действительно она сказала, она мне хорошие слова сказала. А, ну и тут за ревность ее и завалил. Ну, я в это верю. Когда мы были на море в августе месяце, мама, меня за 12 лет, говорит, такого внимания, говорит, никогда не было, говорит. Приедем с моря, а я, говорит, уже на развод подаю, не хочу я больше с ним жить. Я с этим мужчиной, может, жить и не буду, у меня дети есть. Но, говорит, с Николаем я жить уже не буду. Вот она нашла мужчину, а он ее так, ее взял, побил, вот, отомстил, за себя там. Ну, вы же поймите, сначала можно же как-то развестись-то, даже водить любовников в квартиру, к детям и к мужу. Это тоже... Ну, батя, конечно, бухает по лицу, смотрит. Смотрите, давайте мы не будем о моральном облике Лены, потому что это ответственность двоих партнеров в семье. Я про то, что вот вы знаете, что ваш сын жестоко избивает свою жену. И какие ваши... Это жестокость избивания я вот это первый раз увидел и услышал, что вот это уже на фотографии, которая узнала. Ну, смотрите, Александр... А до этого я даже и не слышал ни от Лены, ни от кого, что ее... Если застать с любовником в квартире, вытерпеть не каждый сможет это самое. Я считаю, что нужно разбираться ему с мужчиной с этим. С мужчиной с этим разбираться. А он нашел просто слабую, которая Лена была. Это слабое место. Что касается ревности, допустим, любой мужчина или любая женщина будет ревновать в любом случае. Но мой муж сам лично ездил с Колей и они разговаривали с Ваней и с его братом. И у них... То есть Коля разговаривал с тем молодым человеком, с которым у Лены были отношения. там они его не заставили. Мама сказала, дома нет. Они стояли, грубо говоря, лицом к лицу. Я не знаю, о чем у них был диалог, но мне Коля приехал и сказал, говорит, я поговорил с Ваней, я говорю, ну... Он говорит, разговор у нас окончился так. Какие бы у вас ни были отношения с Леной, будете вы жить, не будете, но не обижай детей. Вот и все. Это то, что я знаю, то, что он мне сам лично приехал и после этой встречи он мне сказал. К сожалению, Иван не смог приехать к нам в студию, но он поговорил с нашими журналистами. Давайте узнаем, что он им рассказал. Это был сентябрь месяц. Первым словом, он сказал, не хочу ни драки, ничего. Я хочу просто типа решить это мирным путем. Я вижу, что ты Лену любишь, типа Лена любит тебя. Я ее отпущу, говорит, то есть дам развод без всех этих формальностей. Ну, говорит, за детей буду стоять горой. Говорю, я детей не обижаю, бежать не буду. Я просто, говорит, ее, говорит, он готов был ее отпустить. Я ему не раз говорила, говорю, Коля, насильно, мил, ты не будешь. Если ты испортил, да, какой-то вот после вот переломанного носа, если она не хочет, Он только слова не мог говорить. А на самом деле он не готов был ее отпустить. А можно я еще скажу? Он сказал после всего этого, что случилось. Он говорит, я тебя в покое не... Послушайте, мне сигнал вай-фай пошел, прошу прощения. Минута экстрасенса. Оставлю. Давайте вспомним тогда тот момент, когда он сегодня дерется, а завтра становится на колени. Вот он на коленях. Я видела эти интернетовские записки, я тебя люблю, и одновременно разбитое лицо. Вот понимаете, я не верю ни одному слову человека. Она вот стоит на кухне, что-то там готовит. Он пришел, встал на колени, просит, ну прости, останься, я без тебя не могу жить. Она говорит, мама, мне было противно, говорит. Она говорит, я ему сказала, я больше жить с тобой не буду. Давай успокоимся. И он мне тупо плюху прописал. Давай будем друзьями. Она же обходит его, идет там в ванну, он на коленях за ней лезет, а потом, значит, она же не простила его, да, он сколько прополз за ней, это самое, а он потом, значит, встает и матюками. Ну тогда все. Ты никому не достанешься, я тебя то... Ну как же, если ты любишь, ползешь на коленях, сразу же разворачиваешься, сразу же матюками на нее, я просто не понимаю одно и другое. Я просто хочу сказать, что ползанье на коленях не является показателем любви. Точно так же, как и маты. Это, ну, неадекватное поведение, это поведение человека эмоционально зависимого. Любовь – это созидающее чувство, любовь – это способность заботиться, понимать чувство того, кого ты любишь. И даже если тот, кого ты любишь, хочет быть без тебя, ты, ну, хочешь ради его счастья пожертвовать даже в какой-то мере собой. То есть проблема в том, что мы стали верить открыткам в соцсетях, но не верить побоям, понимаете? Вот в чем парадокс. Да можно цветами выложить, но это же не показатель. Она уже хотела развестись с ним. Она напечатала на развод на компьютере, принесла мне все документы. Нет, за это я не знал. Никто мне об этом не говорит. Я из-за чего удивляюсь тоже. То, что, как знал я Лену, ну, с очень хорошей стороны, а у нее от меня секретов не было. Хорошо, а слышали ли вы от нее то, что ваш сын ее избивает? Нет, тоже не слышал. Поэтому секретов не было. А слышали вы от нее то, что у нее есть другой мужчина? Нет, тоже не... Я все знал. Секретов не было. Не знал. Мужчина тоже не знал. Я ничего не знал, оказывается. А я думал, что у меня секретов нет. Вы после задержания видели с сыном? Да. Что он вам рассказывал? Сказал, что это не я. Ну, он был синий весь, он не мог ничего даже рассказать. Это сам. Говорит, нет, это не я. А кто? Я тоже, я даже не представляю, каким это нужно быть, чтобы вот так вот под домом лежать, труп, и он спокойно с детьми гулял бы там. Слова отца вызывают определенное доверие. Телесные повреждения нанесены камнем, брусчаткой, которая непонятно откуда там взялась. Было ли это заготовлено заблаговременно? Но если бы преступление готовилось, значит, продумал бы что-нибудь умнее. Значит, это какое-то спонтанное деяние. Но если спонтанное совершение преступления камнем, то, извините, перенести труп, ну, ладно, это тоже еще понятно, это какое-то время, но небольшое. Но выкопать яму, чем он ее копал? Какое время копал? Где взял лопату? Куда делал? Зачем? Где он мог в селе взять лопату? Это невозможно. Где в селе, в частном доме взять лопату? Я понимаю, если чувак в квартире жил, знаете, там, в центре Киева, где он взял тупо такую лопату, такую штыковую, огромную. Это еще бы я бы понял бы. В селе где он взял лопату? Я не знаю. Кто вообще в селе пользуется лопатами? Раздевалку и так далее. Это очень много вопросов. По одному тому уголовного производства на каждый такой вопрос надо выделять. Давайте послушаем официальную версию правоохранительных органов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был изоблечен и установлен муж данной потерпевшей, который нанес ряд телесных повреждений. В ночное время суток, когда дети отдыхали, она возвращалась от своей матери, после чего труп вынес за дом и закопал в парке. С него выбили эти показания. Он подписал все это. Его било 6 человек. И мама еще тогда, когда она приехала отдавать ему тарелку, ложку, полотенце, она говорит, говорит, Коля, говорит, это не ты. Он говорит, нет, мама, я этого не делал, я ее не трогал. А следователь говорит, как это? Ты же только что подписал признание. А мама говорит, было бы у тебя такое лицо, и ты бы подписал. У нас ходил знакомый. Я не буду говорить, я просто не могу сказать, кто это. Он связан с этой всей. И он спрашивал по поводу, ну, как дело движется, что и оперативники, они настолько были в восторге, когда рассказывали это. Ты представляешь, обычно у нас держатся люди 40 минут, а этот аж 3 часа продержался. Аня, скажите, пожалуйста, вам до сих пор не верится, что это мог сделать он? Нет, я не верю. И никогда не поверю. А те факты, что он ее избивал из лески, вам тоже не верится? Нет, в это я верю. Не, ну, поломать нос каждый может, а вот убить уже в это я не верю. А если даже докажете, даже если докажете, я не буду верить. То есть вы считаете, что он мог так сильно жестоко избить, но убить не мог? Нет. Логично. Если взять, да, когда он, якобы, он ее убил, когда, ну, в тот день, когда она пропала, 3-го числа. показания Кати, которые она давала в тот же вечер, еще дядя Коля говорил, что ее возили на допрос, они из дела пропали, их в деле нет. Ну, это все не подтверждает его невиновность. Правильно, но в тех просто... Просто банально. А кто? Хорошо. Не он. Кто? Ну, типа там село, там пройти 3 дома. Кто? Кто так? Что тогда проводился допрос Кати, по-моему, присутствовал Саша, значит, она говорила, что папа выходил, кормил Клифа, собаку, и все. 23-го числа нашли Лену, и там была одна собака, и она вывела на дорогу, и нашли, как написано в материалах дела, какой-то лоскутик. И она вывела на дорогу, встала на месте, и стоит все. Я на практике скажу, что это единичный случай, когда собака выводит туда, куда надо. И то, есть ли есть, что собаке нюхать? Собака очень плохо работает по крови. Да, да, да. Правильно вы сказали. Самое главное, есть стопроцентное алиби у Николая? Есть? Папа был дома. Нет. А кого вы подозреваете? Потому что в доме... Два дома... Девочка не дошла... Я понимаю. Два дома не дошла. Два дома не дошла. Два дома от мамы к детям. У нас был случай, вот на Холодной горе, как раз когда пропала Лена. У нас на Холодной горе утром одну в семь часов девочку утром, а вторую в девять. Одну пытался изнасиловать, а другую изнасиловал. Люди шли на работу... Изнасилования не было, Лена. Парковая... Нет, я не... Я просто... Парковая зона, там, где люди идут... Не изнасиловал, а просто раздел и убил, и закопал. Ну, это просто смешно. Все то, о чем вы спрашиваете, я могу объяснить. Он кормил собаку, встретил супругу, которая шла от мамы, спросил, где ты шляешься, или что-то в таком духе. Она могла ему ответить вот... Не твое дело. Резко. Резко, назло. Да. Он психанул, ее ударил, она упала, он понял, что произошло. Унес. А дальше, вспомнив историю о том, что у них был маньяк, он мог вот так поступить. Да, с этим я согласна. Я еще раз повторяю, вы говорите, вот все на сцене, все связывается с том, что он такой террорист, убийца. Это уже террорист. Все против него. А тут получается так, вот как Сват сказал... Нужно просто искать того, кто это сделал, а не просто бить человека три часа, потом восхищаться тем, что он вытерпел это все. Меня не волнует, кто убил ее. Будешь сидеть ты на Колю. Это его слова. За что уже отец двоих детей мог так хладнокровно убить свою жену, с которой он прожил 15 лет? Отец Елены уверен, что знает ответ на этот вопрос. Николай Кривошей. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Я могу сказать, что пока не закончится суд, я не могу. Он чисто подозреваемый. Как отец, я говорю, что это он. Я не верил до последней секунды, что это он. Потому что он смотрел на меня такими глазами, когда мы искали. Я говорю, Коля, твоя работа или нет? Если ты, скажи. Ты понимаешь, я, честно сказать, понял бы человека, который бы, ну, случилось такое, совершил. Сказал, ребята, простите, извините, ну, так случилось. Вот он я. Вот это я мог бы простить, понимаете? Я знаю, что такое следственный эксперимент и все остальное. Откуда вы это знаете? Да я ветеран МВД, но не в этом суть. Когда он был у вас в произведении, он такой тщательностью рассказывал, как он тянул этот труп, понимаете, меня... С улыбкой. Не возникло сомнений, потому что, если бы он этого не рассказал, как можно знать до подробности, и все. Следователь задает вопрос. Вам тяжело было тянуть это самое? Да, я два раза останавливался. Ну, как это может прийти человеку в голову? Сказал бы... Да не знаю, или еще как. Милиция заставила так сказать. Дальше я ему говорю. Одну секундочку. Подожди, одну секундочку. Сейчас. Дальше я ему говорю. Коля, ну, когда это все было, ну, ты мог... Люди стояли вокруг, там Чилиберку вызывали, мы ее разорвали. Ты мог подойти и сказать, люди, извините, это не я, меня заставили, говорю. Был бы совсем другой разговор. Слово не сказал. Молча нагнулся и тянет. Я кричал ему лично, говорю, что же ты делаешь, тварь? Возьми же, развернись и скажи. Тихо, Коль. Тихо. Я бы лично так поступил, если бы меня заставляли, убивали. Николай, а как вы считаете, как бы есть эта критическая точка, которая вот человека заставляет идти на что-то? Вот что стало? Если она разводится, он лишается всего. С чем пришел, всем и останется. Дети, детей нет, жены нет, жилья нет, ничего нет. А скажите, пожалуйста, когда он поднимал на нее руку, вы с ним проводили какие-то беседы с ним, с его родственниками? Сейчас я вам объясню. Вы понимаете, дело в том, что до последнего, включающий я и жену, не оправдываю, от меня скрывали это. Я последний раз узнал, когда она прибежала ко мне седьмого, это кажется числа, в семь утра. Вот это фотографии, что показывали, это я ей фотографировал. Говорю, Лена, что случилось? И она мне начала рассказывать. Что сделал ветеран МВД, узнав, что так обошлись с его дочерью? Я ему перезвонил. Вы знаете, я никогда, ну как вам сказать, вот сватает, сидит, пусть скажет, я никогда не ему плохого слова не сказал на зятя. Я никогда его пальцем не тронул. Я помог, чему? Так или нет? Что было, то было. Это даже я знаю. Ну так правильно. Поначалу она мне говорила, пап, ты понимаешь, я и с ним не могу, и без него не могу. Да, было. После этого она мне говорит, пап, пожалуйста, ну да, ну не надо, не лезь туда, пожалуйста. Она как ограждала меня, понимаете? Клянусь, мне ничего не стоило с ним разобраться. Ну я никогда, я никогда не переступлю человеческую черту, законы и всего остального. Потому что там двое детей. Я вас понимаю. Это его дети. Вот я разобариваю с ним, все, да, да, смотрит, в глаза соглашается. Вышел, делает по-своему. И он тогда Лену мстит. Любое все, что я там, это самое, все он мстит, после этого мстит дочери. Любой мой шаг против него, он потом отомстит дочери. Это заячь окрову человека, понимаете? Ну смотрите, Николай, вот какие кардинальные изменения произошли в ее жизни, ведь она после того, как это с ней произошло, все равно осталась жить там. Она через месяц пришла, она у нас была, в больнице была. Ну она же пришла оттуда, ну вот вы же родители, вы по сути... Она же детей не могла бросить. Смотрите, у меня живет сын, невестка, я, жена. Две комнаты. Две комнаты. И их трое. Мы так жили, пока она в больнице была, дети у меня были. А что, сын взрослый жил? Я ей сказал, говорю, Лена, оставайся у нас никуда, пап. Я все равно, почему я, это моя квартира, почему я не должна там жить? Да, она сама. Я боялся еще за детей, понимаете? Говорю, не провоцируй его, ради бога, пожалуйста. Коль же до этого дошло, говорю, пять дней осталось. Не провоцируй его ничем. Пять дней до развода, вы имеете в виду? Ну, до третьего официального бракоразводного процесса. Скажите, вы знали о том, что у вашей дочери другой мужчина? Я узнал уже буквально... В августе. Да. В августе. Вы с ним были знакомы? Я не был с ним знаком, я буквально с ним познакомился, когда искали ее. Вот он... То есть он тоже принимал активное участие в поиске вашей дочери? Он постоянно сутками с нами был. И знаете, как оно бывает? Именно встретил человека, посмотрел на него, просто он тебе запал в душ. Вот именно человек сам. Ну, просто полюбил его, как можно сказать, с первого взгляда. Мне вскрывать нечего, и ради Елены я оставил семью, потому что... Потому что я ее любил. Именно любил как человека. Она меня любила. И я это видел, я это знал. И, в принципе, знали об этом все, всех, кто нас видел. Если бы можно было вернуть бы Лену, верить, я вернул бы ее всеми силами. Все равно я не знаю. Просто человека люблю. Я буду любить всю свою жизнь. Вот именно она единственный человек, которого я любил именно всем своим сердцем. Он первый забил тревогу. А вот... Он первый забил тревогу. Мне позвонило в 8.30, он у меня телефон, а он нашел телефон через подругу Наташу. И я говорю, что случилось? Он говорит, вы общались с Леной? Когда последний раз общались? Я говорю, да вчера вечером она ушла от меня. Ну, я со вчерашнего вечера я не могу, ее телефон отключен. И вот. Для нее самое главное были и дети. Понимаете? С ними или без него она бы осталась с детьми. Она просто хотела, правильно как жена говорит, чистого, женского, человеческого счастья. Больше ничего. Именно женского счастья хотел. Чтобы у нее был мужчина, который смог постоять за нее. На которого можно опереться и так далее и тому подобное. Чего я ей учил. У вашей дочери осталось двое детей. Да. Что они знают о... Сразу мы не говорили ни Кате, ни Диане, что мама мертва, что папа сделал. Когда уже был следственный эксперимент, когда уже видели, как он тащит это чучело, где он закапывал, рассказывает все это самое, мы уже Кате сказали. Она плакала, конечно, потому что это шок для нее. Но договорились, что Диане не будем рассказывать. Просто, что мама умерла. Каким способом, что мы решили ей не говорить. Кате 12, а Диане 7. Решили не говорить. Ну, у нас поселок такой, мы друг друга знаем все. Ей в школе сказали, детки, которые же родители разговаривают, и дети сказали, твою маму убили, голову разломили. Она приходит, плачет же. Ну, Катя решила сказать. И Катя рассказала. Что это сделал отец? Мама убил папа. Я не хотела. Я хотела, чтобы Диана узнала уже. Вырастет. Тогда пусть она решает. Мы были у вас дома. Давайте посмотрим, что ваши внучки вспоминают о маме. Самая последняя фотография. Сейчас покажу. Наверное, вот это. Вот там еще есть. Тараки. Я нашла старую мамину фотографию. Мне захотелось пострижься, как она. Чтобы быть похожей. К тому же бабушка всегда говорила, что я на нее очень похожа. Характер. Все полностью. Почерк. Абсолютно все. Она всегда была сильной. Она... Она просто была боевой. Она всегда со стороны мужчины, особенно папы. Она говорила все в глаза. То, что она думает, то она и говорит. Может быть, и за это она... Пришлось ей за это заплатить. Больно, что это сделал просто собственный отец. Каков мог быть мотив у Николая, если мы допускаем, что это сделал он? Это вот материальный, о котором вы говорили, что не будет где жить. Не мое здание. Он хотел доказать свое превосходство. Превосходство над ней. Он не мог ее, понимаете? Она очень сильный человек. Она вся у меня. Да. Он с этим не мог никогда смириться. Как это, ну, извините, я скажу, баба правит балом. Если мужик не может, то правит балом баба. Я так понимаю. Он с этим доказать это превосходство. Что ты никуда не уйдешь. Все. Как он в смс-ке ей писал? Я тебя убью, сам пойду на зону, детей отдам в детдом. Вы видели эти смс? Лена говорила. Я хочу, чтобы эта история научила многих женщин, что не нужно быть сильными, отважными, а нужно быть женщинами. И если есть угроза здоровью жизни женщины или ее детей, она обязана обращаться за помощью. Обязана. И обязательно это нужно делать по отношению к тем людям, которые просто запутались и не могут вырваться из вот этих вот больных, зависимых отношений. Если это ваши близкие, родные, помогите им, скажите им о том, что иногда лучше поставить точку в отношениях, чем это закончится убийством. Хочу сказать еще, то, что может не порадовать. Вы уже имеете ваше кровное. У вас, вы объединились кровью, внуками. Поэтому очень осторожно с высказываемыми мыслями и пожеланиями. Я практически уверена, что виновный будет наказан. И если так случится, что докажут, что это ваш родственник, следует это принять. Если так случится, что докажут, что это не он, следует отпустить свою обиду. И вы должны друг другу... Спасибо, Курилова. Так это он или не он? Ну, я вот вижу. Это пообещать. Я понимаю, что в этой ситуации пострадали ваши обе семьи. Очень хочется верить, что накажут действительно виновного. Да я думаю, чувак заводил. Вы смотрели один... Ревность, типа, взял, грохнул. Да, да, такая вот получилась жёсткая история. Что скажете? Сродно прочитаю ваши комментарии. Ну, и увидимся в новых выпусках. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова